Привет, я Томас и это Accelerator TV. И сегодня мы будем говорить с лондонским диджеем Янгста, он же Дэн Локхард. Он представляет Tempo Recordings, он один из главных законодателей моды на зарождающейся депстеп-сцене. Он ANR-менеджер, он работает в музыкальном магазине, а также диджеит на сверхпопулярном пиратском радио Rins FM. Что ж, пойдемте посмотрим, что это такое. Для меня депстеп это очень, это минималистичная форма танцевальной музыки. Он берет элементы из регги, даба, техно, из разной, из разной музыки отовсюду. Дабстеп произошел от герриджа. Это своего рода эволюция герриджа, если хотите. Все больше и больше попсового герриджа стало появляться в чартах. Был этап, когда я и сам записал пару попсовых песенок, пару попсовых, как мне кажется, треков, но в какой-то момент мне это надоело. Так и герридж становился все более, более мрачным, чуть более резким, более бас-ориентированным и все дальше от попсового вокала и все более глубоким. И, как я говорил, становился все мрачнее и мрачнее году примерно к 2000-му. И затем появился грайм. А дабстеп продолжил развиваться, но это все стало гораздо значительнее. Теперь это самостоятельный звук. Грайм — это грайм. Дабстеп — это дабстеп. Причина, по которой это называется дабстеп, в большом влиянии даба в самом начале. Многие использовали сэмплы из ска или сэмплы из регги. Людьми, придумавшими название дабстеп, были Нил и Сара. Нил и Сара вдвоем управляют промо-группой Ammunition, которая владеет лейблом Tempo и еще многими другими лейблами. Также они продвигают вечеринку Форвард. Так что Ammunition проводит эту вечеринку. А это самая первая дабстеп-вечеринка в истории. Да, мы думали, как продвинуть это звучание. Собрались вместе и начали подбирать резидентов для Форвард. Подтянули к этому Бенни Ила. Он был одним из первых продюсеров, который... Он был другом Нила. Бенни приносил Нилу музыку. Сара и Нил запустили лейбл. Вот поэтому там был Бенни. И Бенни выпускал свои то, что было просто битами. В то время этого даже не было названия. Нил и Сара называли это другой музыкой. И это привело к более серьезным вещам, более глубокому стафу. Благодаря кому появился Дабстеп, Элби, Зад Байес, Хорспауэр. Еще такие люди, как Скрим и Бенго. Был музыкальный магазин Big Apple, и они запустили свой лейбл. Темпа, Гост. Это все лейблы-ветераны. Но причина такого огромного влияния их в том, насколько инновационна была их музыка. И небольшое количество людей, которым нужно было это резкое звучание, понимали его. Им его не хватало. Это как... Это было почти то, что я искал. Если поставить ранний дабстеп кому-то, кто его никогда не слышал, это будет... Это будет очень похоже и на Гэридж и на дабстеп. И я могу сказать почему. Ведь годами это развивалось, и изменения оформлялись, благодаря новым артистам и новым продюсерам, создававшим и продвигавшим диджеям, продвигавшим новое звучание. И вот так это просто превратилось в то, во что превратилось. И я думаю, поэтому я получила такое признание. И новый став сегодня. Вы реально не можете вычислить там Гэридж. Это так далеко от него. Это гораздо тяжелее. Сейчас в дабстепе столько ответвлений. У кого-то более ликвид дабстеп. У кого-то более техно дабстеп. Где-то больше табовый дабстеп. Ключевые диджеи сейчас это N-Type и Hatcher. Но здесь много реально больших имен, больших продюсеров. Scream один из них. Bingo. Очевидно, что сейчас этот звук получает серьезную поддержку. Сейчас гораздо больше людей хотят делать это. И намного больше людей хотят иметь дело с дабстепом. Так что сейчас много чего происходит. Эй, спасибо, что были с нами на Accelerator TV. Мы надеемся, что вы немного узнали о жанре дабстеп и о нашем госте диджея Янгста Стэмп Рекордингс. Увидимся в следующий раз. Эй, я тебе базарю, я перфекционист. Ты можешь послать мне аудио, просто аудио. Я сяду и выучу его. Ой, я тут подумал. Про это мало кто знает. Меня ведь хотели убить. За мной даже погнались, прикинь. За тобой погнались? Угу, поэтому у меня вот вся эта херня на рожу. Вся эта гангстерская тема. Это гангстер-шит, братан.